А что касательно благовония для духи, для женщин, я всегда, пророк Мухаммад, саллаху алейхима салям, сказал, именно этот миск, вот, должно быть, от мужчины пахнуть благой запах. А у женщины этот запах, как бы, должен быть только для, для своей супруга, да, чтобы, аль-хамдилля, вот это. Но это не означает, что, там, плохой запах должен исходить. То есть, можно там обрезать, как вообще, вот, трактуют ученые. То есть, если ты, например, не поддушишься, там, от тебя плохой может быть запах. Поэтому, что, ты делаешь это, ну, не так, чтобы это фаллахи, чтобы не кидало это, чтобы, например, я помню, когда во время, да, шлейф, да, не было вот этого, который бывает, например, мы, когда, помню, в Саудии ездили с братом садим, он говорил, когда Мухаммад бен Салман прилетел отсюда, в Россию, как встречался с нашим президентом, написали там одну строчку, а какой от него, там, шлейф был, это об этом целую страницу написали. Есть специальная тайвская роза, где 5 тысяч этих, по 18 тысяч лепестков розы, выжатые, таев, и которые, что, очень дорогие они, он для шлейфта такие вот, такие вот, там, уут один маленький, там, по 10 тысяч, по 15 тысяч долларов, там, эти вещи именно любил, порок Мухаммад саллах, алейхимасалям, но именно это для мужчин, а для женщин, вот это шлейф-то не должно быть. Почему? Потому что он, в хадисе, есть их тиляф по поводу того, что является преливодейкой, тот, который прошла, и запах у нее был, это разногласия в этом вопросе. Но сам вопрос, что он может заманить, то есть, опять же, например, даже, бывает, там, кто-то прошел, запах какой-то почувствовал, и уже начал, плохие мысли лезть к человеку. Поэтому, я помню, в Сауде мы учились, у нас университет короля Сауды был, я один брат с Иордани был, и мы шли всегда на учебу, потому что с утра шли на учебу, все только мужчины учатся, 70 тысяч студентов, там, женщин, у женщин, там, в другом, вообще, в конце города университет, и уйдешь, женщин вообще не видишь, там, постоянно только это, братья, и один брат у нас в Иордане был, говорит, смаханаллах, говорит, что, жалко, мы, говорит, раздельно с сестрами учимся. Я говорю, астахфураллах, говорю, брат, мы сюда в Шариат приехали учить, какой ты, ты что говоришь, говорит, астахфураллах, почему ты плохо думаешь сразу? Я говорю, в смысле? Я говорю, ты про что подумал? Я говорю, ну, говорю, ну, как ты сказал, так подумал. Он говорит, нет, я не про это, говорит, что? Знаешь, говорит, у нас в Иордане в Шариат тоже, у нас тоже Шариат, ну, говорит, женщины, мужчины в одном университете учатся. Утром идешь, говорит, она прошла, запах понюхал, и сразу настроение у тебя, понимается, и хорошо, экзамен сдаешь, говорит, и все, просто ничего больше не надо, просто запах понюхал. Видишь, все равно, как бы, не хочешь, не хочешь, он тебя подталкивает к тому, что потом уже, как бы, к ханаму можешь провести, поэтому все, что приводит к этому, нужно от этого страницы отдаляться.